иду на гору двойную в барбековском лесу видел на яндексе вначале значение этому как-то не придал хотя меня уже об этом спрашивали что это за двойная гора и тут во днях один тензенский турист я прям рассказал как будто здесь прям вообще стоящее место необычное иду короче посмотреть в общем да вот этот аврак с этой стороны и аврак с этой стороны глубокие того нитки по идее это гора на как бы получается как мы сейду по такому как мы не хребет конечно хребтом так не назовешь но просто мыс такой между двух аврадов который оканчивается вершиной и за ней там еще одна но судя по карте со спутника то тропа есть только вот на этом дальше там надо как седловина и там еще одна будет вершина так что посмотрим что там за гора но если действительно с нее что-то видно верно как-то она похожа на какой-то пик может там мы могли бы сделать еще и вышку какую-то смотреть на лес с высотой так как это получается высшая точка здесь ну да вот походу есть вершина да вот он получается там два врага сходятся за ней но враг кажется глубоким ну да вон там орбеков видно в общем это просто мыс между двух оврагов место так интересно да я имею ввиду глубокие овраги между ними тут мыс вот собственно вторая вершина двойной тропы за может быть и за листьями закидала просматривается что-то там уже деревья завален так что там было интересно что это за двойная гора вот она две вершины да и вот это да яйца сильно ну это вот поинтереснее получается прям что там обрыв во все стороны если так видно спуск на седловину то здесь спуск его овраги вот короче буду иметь ввиду находится она кстати не так и далеко от города от орбеков от станции так что турист мне сказал что здесь раньше водились бурсуки даже это еще там здесь допустим смысл вот здание здесь борсуки как вот Так, ладно, пойду дальше в город. Так, ладно, пойду дальше в городе. Так, я могу сказать, что почти как в горах настоящих. Ну, а тут тропы-то нету, каково я где-то тут через какие-то эти дебри прошел. Просто чисто по рельефу. Летом, конечно, тут, наверное, можно никуда уйти. Сейчас хоть видно. Я поэтому пошел. Думаю, сейчас уже листья облетели. Можно будет уже хоть что-то увидеть по бокам. Интересно, как вообще нашли эту гору. Ну, в принципе, я видел детскую фотографию в интернете. Ее видно. Сорбеку. Она как такая вершина, прям выделяющаяся над лесом. Здесь какие-то краеведы ее даже измерили. Высоту обозначили на картах. Как мне сказали. Так что... Одна из высших точек здесь, в Пензе. Вот. Вообще здесь прикольно так идти. Получается, идешь как бы по вершине. Овраг справа остается. Но там видно силуэт этой горы, наверное. Да, вот. Теперь я иду вниз. Ну, в общем, да, прикольно здесь пройтись. Здесь я, наверное, еще ни разу не ходил. Торбековские дачи. Они здесь вот такие вот небольшие, многих. Но в них живут. Я помню, даже одного чего узнал. Он говорил, что живет здесь с женой. Типа он с Дальнего Востока приехал. Так, вроде жить негде. А здесь вроде дача у них есть, родители. Так, говорят, мы вот живем здесь вот. В этих дачах. А что, здесь электричество есть. В принципе, город рядом. Здесь такие есть дачи кирпичные. Там помазали. Да, брошеных здесь хватает. О, яблочки. Надо зайти. Да, брошеных здесь хватает. Я думаю, здесь мало. Все-таки, прям рядом с городом, думаю, может, сюда народ часто заезжает. Как-то все одинаковые дачи. Это еще, наверное, до 90-х так делали. Потому что в 90-х уже не было денег даже на такое. Хозблоки у всех стояли. Вот, кстати, интересный дом. Сколько раз мимо него хожу. Все время на него внимание обращаю. Не только я. Ни окон, ни дверей. Сейчас тут какие-то рядом заборы появились. А раньше он один так торчал здесь. Среди вот этих маленьких домиков. Вон там орбековские дома уже. Да, дорога здесь, конечно, ушатанная прям вообще. Хотя, когда-то, я даже помню, она была нормальной. Сейчас, наверное, стройки все это разбили. Камазом всякой хрени. Вот она, эта гора двойная. Наверное, как раз первую видно отсюда. Возьмите, как раз первая, как раз первая, как раз первая, как раз первая. Вообще интересно сделано, получается железкой является как бы этим Это не для пензюков, потому что пензюки, я думаю, здесь уже все побывали не разу Может быть и Стерновский, конечно, здесь не были ни разу, потому что это другой край города и здесь, в общем-то, ловить нечего У них там свои места поинтереснее Ну вот, кто не был здесь, такой здесь пруд интересный, по которому проходит железка как раз на Москву Воды что-то много, обычно тут меньше в нем Что-то вышел вот так вот на эту дорогу рядом со станцией У меня такая мысль приходит в голову Блин, а ведь когда-то, и, кстати, не так уж и давно здесь это было такими ебенями Сейчас уже, можно сказать, город стал Да, конечно, раньше здесь не было ни заборов, ничего, ходи где хочешь Сейчас стала страна заборов Все в заборах Надо, не надо Как будто здесь коров в овец гоняет Загородили вот так вот Лучше бы они сделали здесь нормальную тропу вдоль железной дороги Потому что идти приходится вот именно по камням Немного о погоде Сегодня 15 октября Довольно-таки тепло Иду в майке и в рубашке Вчера тоже было примерно так же И завтра, судя по прогнозу Но неделя вся была дождливая И был даже заморозг до минус 3 Всякие южные растения, которые не успели занести у всех по белым морозам Вот У павловни моей у всех почернели листья и появляли Еще перила растет, она вообще вся почернела Вот Так что Такая погода На следующий недель опять дожди И утренние заморозки Ну все, теперь уже ждать, конечно, не придется тепла Но Хотя бы было бы солнечно пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok